Друзья, лето на дворе, ну всем просто хочется прийти в форму и похудеть. Поэтому так популярны и наши телевизионные проекты вместе с Татьяной Аркадьевной Селезневой, которые уже два года подряд мы делаем, а еще, оказывается, и в коллективы пошла инициатива в трудовые. Поэтому у нас сегодня, кроме одной Татьяны, еще и другая Татьяна на зеленых диванах. Маргарита представляет. И сегодня в студии врач Ярославского областного центра медицинской профилактики. Татьяна Аркадьевна Селезнева и Татьяна Вершинина, заместитель генерального директора Ярославского радиозавода. Доброе утро всем. Я действительно очень рада, потому что буквально накануне мы совершили такое действие фееричное. У нас было закрытие проекта «Строенные здоровые», который мы проводим в рамках сотрудничества Ярославского областного центра медицинской профилактики и Ярославского радиозавода. Мы работаем с трудовым коллективом. Цель наша – оздоровить коллектив, помочь женщинам, которые страдают избыточным весом, правильно сбросить лишние килограммы, стать более стройными, счастливыми, здоровыми. И действительно нас, Татьяна Павловна, наверное, меня поддержит, просто переполняют эмоции. Это такое счастье видеть, что за 70 дней проекта женщины изменились, они посвежели, они помолодели, они с таким хорошим и позитивным настроением были, что просто, ну вот, действительно для меня, как для куратора этого проекта, это счастье. Это реально счастье видеть такие результаты своего труда. Татьяна Павловна, сколько ваших девчонок, да, девчонки у вас участвовали? Конечно, девчонки. Да, сколько участвовало девчонок и какие результаты? Вы знаете, очников участвовало девять человек. Те, кто согласились на публичность, как говорится, обнажиться перед народом и рассказать о том, сколько они... Весят? Весят, сколько у них ушло веса и быть под пристальным вниманием своих коллег, которые, естественно, настроены критически были на очередную похудательную диету. И при этом, при всем, было очень много заочниц. Почему было? Они и есть. Несмотря на то, что проект завершился как таковой, но он будет продолжаться очень много, будет будоражить. И вот с точки зрения оздоровления я не совсем согласна с Татьяной Аркадьевной, сказав только о женской части коллектива. У нас большое количество мужчин. И вообще мужчин на радиозаводе чуть-чуть больше, чем женщин. Я тоже всегда так говорю. Да. И наши мужчины тоже обеспокоены своим здоровьем. И мы мужчин, кстати, очень много проверяем. И с точки зрения дыхания, там, табакокурения. Ну вот никто не решился публично. Никто не решился, потому что все развивалось очень стремительно. И медицинский центр решил же сделать подарок женщинам к 8 марта. А мужчины мне сказали, а почему такой геноцид? По мужскому типу. Поэтому я думаю, что мы с этим проектом войдем еще не раз в наш коллектив, в том числе. И, естественно, будут и как одни мужчины, и так смешанные команды. Вообще это очень замечательная и прекрасная идея – работать именно с большими производственными коллективами. Потому что та информация, которая распространяется, безусловно, эта информация из уст Татьяны Аркадьевны, других специалистов, она звучала неоднократно, она весьма и весьма полезна. И круги, идущие по воде, отброшенных камней знаний, они потрясающие на самом деле. Можно я сегодня в ассоциации поиграю? Это круги отброшенного лишнего веса, которые расходятся. 50 килограммов, представляете, на 9 участников. 50 килограммов сбросили 9 человек. 9 человек. Вообще просто действительно счастье видеть этих женщин, которые своим примером показывают другим сотрудникам радиозавода, что все просто. Они все сытые, они все довольные, никто не голодал. Наоборот, питание стало более гармоничным, более разнообразным, более полезным, более правильным. И, как сказала одна из участниц, вот питание было какое-то хаотичное, неорганизованное. Раньше? Да, раньше. А сейчас вот все ясно, все по полочкам. Я знаю, что съесть на завтрак, я знаю, что съесть на обед, я знаю, как грамотно перекусить. И говорили о том, что вот действительно они приходят домой вечером полные сил. Нет вот этой изможденности, измотанности и такого ощущения, что я голодная, я сейчас съем крокодила и потом упаду на диван. Да, то есть остаются силы на семью, позаниматься спортом, пообщаться с детьми и продумать спокойно меню на завтрашний день. Татьяна Павловна, вот особенности участия родового коллектива в проекте как-то сказывались, возможно, на взаимоотношениях в коллективе? Ну, начнем с того, что для меня этот проект был интересен с точки зрения популяризации здорового образа жизни внутри коллектива и снижение уровня заболеваний внутри коллектива. А прийти сюда можно разными путями. И через отказ от курения, и через введение правильного здорового образа жизни, и снижение веса, потому что артериальное давление, к сожалению, многих зашкаливает, и люди берут больничные по этому основанию. Поэтому вот все это совокупности вместе, я считаю, что данный проект, он будет играть такой большой пролонгированный эффект именно с точки зрения снижения общего уровня заболеваний и больничных листов, листов невероятной способности на предприятии. Ну, Татьяна Аркадьевна, очень большая тема, многогранная, и самое главное, интересная и полезная для всех тех, кто сейчас собирается на работу, всех, кто смотрит. Поэтому я предлагаю на этом остановиться и в следующей передаче продолжить наш разговор. И в гостях сегодня были врач Ярославско-областного центра медицинской профилактики Татьяна Аркадьевна Селезнева и Татьяна Павловна Вершинина, заместитель генерального директора Ярославского радиозавода.